друзья привет я продолжаю свой гайд по моду applied energetics 2 сегодня я решил рассмотреть дополнение к нему а е2 став в принципе это дополнение не является каким-то обязательным то есть я как бы играл на серверах и где его не было вот но там где он есть это просто это просто замечательно потому что он существенно облегчает некоторые моменты при работе с этим модом в частности что здесь появляется нового есть не так уж много предметов но они крайне полезны первое что самое на мой взгляд полезная это камера для выращивания кристаллов то есть помните в первой части я показывал как выращивать кристаллы то есть когда мы кидали воду да и ждали там примерно около минуты там 2 для того чтобы кристалл кристаллы вырасти выросли до соответственно здесь возникает проблема да если мы хотим как-то автоматизировать процесс как бы это будет достаточно сложно принципе то можно заморочиться сделать автоматизацию там через другие моды там принципе здесь тоже можно там через некоторые механизмы вот но все равно там будет достаточно замороченная схема вот и опять же как бы не всегда хочется ждать там две минуту до чтобы этих стал выросли вот это дополнение на просто спасается этим вопросом значит суть этого механизма проста то есть она выполняет как бы функцию выращивания кристаллов вот есть внутренний интерфейс мы например можем взять какой-нибудь там семя я сейчас крафчу семя сейчас положим его сюда и она начнет расти причем видите за счет тут еще ускорителей рост просто практически моментальный об все то есть на крафт кстати говоря идет шесть ускорителей то есть каком-то смысле получается это сопоставимо его работа с шестью такими ускорителями роста и плюс к этому еще и узкая карта ускорения здесь подключается в работу очень суп очень здорово почему выращивать можно не только кристалла сюда можно записать крафт таких вот изменчивых кристаллов то есть туда закидываем красную пыль что там нас еще посмотрим крафт где до красная пыль адекватции заряженный кристалл истинного кварца вот то есть вот это закидываем и пожалуйста также получаем вот эти вот изменчивый кристалл тоже очень удобно как бы я предварительно там записал эти крафт и вот через терминал шаблонов вот если не помните как посмотрите предыдущем видео как это делается вот и записал крафт положил сюда и все теперь я могу соответственно спокойно выращивать и кристалл вот например хочу себе там 10 штук этих изменчивый заказываю об все у меня туда подачи идет сейчас так у меня на них да у меня не хватает так заряженных кристаллов есть сок а они так моментально сделали что я просто даже не успел как проследить за ними хорошо если мы там на нас так у меня что-то не хватает ресурсов соответственно я могу и кристаллы сделать допустим вот истинного кварца чистые там я же тоже заложил крафт самого семя там из пыли вот а дальше еще покажу как автоматизировать в принципе от производства самой пыли но это уже пригодятся механизмы из моды industrial craft 2 все пожалуйста вот у нас здесь кристаллов очень быстро произвелись это круто то есть нам облегчает это жизнь в плане производства там процессоров там например да то есть у нас для вычислительных процессоров насколько помню даты вычислительных вот нам нужно эти кристаллы то есть уже как бы автоматизация есть это супер дальше еще полезный такой элемент добавляется полезный такой предмет это кодировщик шаблонов в чем его фишка основная он работает очень похоже как здесь терминал шаблонов различие в том что здесь мы можем записывать как для обычного верстака до крафт и так и соответственно каких-то механизмов то есть если мы где-то обрабатываем здесь он работает только именно с такими крафтами как ну как верстаке мы делаем да но есть существенный у него плюс то что ему не обязательно крафт вот допустим сейчас очистим весь крафт так вот кладем сюда пустой шаблон и смотрите мы можем соответственно езды и выбрать какой-нибудь предмет до которого есть крафт сейчас допустим сундук так она переключусь от режим как бы переключаясь в обычный режим дни ник не креатив вот я нажимаю да ну как r да у меня r соответственно что посмотреть информацию о крафте есть если такой знак вопроса вот если мы сейчас нажмем этот крафт сюда переправиться все то есть нам не обязательно там иметь доски чтобы это выложить там и все такое то есть мы просто кладем как бы пустой шаблон здесь находим нужный нам предмет смотрим справку по нему кликаем на знак вопрос и получаем соответственно уже крафт который достаточно удобно кроме того если мы положим допустим вот уже записанный крафт он очистится можно очищать кстати говоря чтобы очистить крафт в принципе можно к себе просто положить его сюда вот в окно для крафта тоже очищается так значит дальше что здесь еще добавляется здесь добавляется еще такой вот продвинутый высекатель в чем его фишка по сравнению с обычным во первых он может хранить по стаку соответственно материалов в отличие здесь здесь хранят по одному где у меня есть для образца к сожалению бросаешься нету может прошло видео посмотреть там они по одному элементу хранят эти высекатели этот соответственно может по 64 во вторых пять слотов для ускорителей то есть принципе он быстрее работает и соответственно помимо прочего он с любой стороны может принимать то есть уже но нет такого строгого правила то есть он сам понимает куда нужно класть удобно так и что еще здесь можно соответственно тоже как-то расстраивать типа здесь может смотреть locked locked то есть может быть удалено автоматически не может быть удалено автоматически короче не знаю насколько это я как бы тем не заморачивался вот для меня просто всегда был выигрыш том что он быстрее работает вот поэтому принципе вот здесь можно на производство процессоров его поставить и будет классно далее сюда еще добавляется такая штука значит устройство визуализации сети если мы правым кликом на нашу мы сеть нажмем у меня просто я уже нажимал вот соответственно мы вот эту сеть активируем мы соответственно видим некую справочную информацию по количеству каналов которые расходуются ну например вот у меня что-то какая проблема сетью возникла да я не могу понять где у меня соответственно проблема я знаю допустим да что у меня на такой вот провод максимум 8 каналов давайте посмотрим здесь у меня один канал расход здесь один из ниже идем здесь уже два здесь тоже два еще ниже три и так далее и в конце здесь уже когда вот это все собирается здесь видим уже 8 то есть все 8 каналов информационных задействованы если мы попробуем еще один поставить соответственно он не будет работать ну то есть такой инструмент для мониторинга нашей сети достаточно удобно можно здесь посмотреть сколько у нас расходуется вот в итоге допустим здесь у нас два канала за расходу на здесь два здесь два здесь вот четыре на него идет здесь два в итоге если не объединяются все и в итоге у нас здесь 15 каналов из расходована из 32 вот этот большой кабель 32 может перед соответственно переводить через себя вот еще здесь добавляется такого беспроводной соединитель суть его в том что допустим у вас какая-нибудь ну допустим если массе здесь расположен да и вы хотите не знаю вас какая-нибудь ферма например здесь да вы хотите передавать мы сеть какие-нибудь ресурсы и вы них он не хотите тратиться на то чтобы сюда взять вот этот кабель подвести да допустим окей тогда ставим такие вот беспроводные соединителя и соответственно с помощью такого вот инструмента набор для настройки беспроводного среди не при просто кликаем раз-два все видим такое соединение даже видно вот с чем соединяется ну давайте проверим действительно ли он работает какой-то может сундук подключим например сундук какой-нибудь шину хранения например сейчас посмотрим что там чего у нас тут есть допустим я положу сюда камеру для выращивания кристаллов точнее здесь сейчас нет да давайте положим сундук подключим сейчас сюда и убедимся что он в сети у нас появится ждем теперь проверяем появился на сети вот вот у нас появился можем забрать из того сундука то есть можно использовать для удаленного соединения через ну для мы сети но я честно скажу вам не рекомендую это делать почему а потому что у него достаточно большой расход энергии то есть один такой может довольно много жрать и вы в этом убедитесь если там таких много наставить куда-нибудь на большом расстоянии у вас просто будет огромнейший расход вот этой электроэнергии поэтому я честно говоря какое-то время на черную использовала потом мне все начало какой-то огромный расход энергии стал происходить я начал разбираться в чем дело выяснил что вот этот беспроводной соединитель жрал просто огромнейшее количество энергии я в итоге от него отказался поэтому как бы смотрите сами конечно вот но будьте осторожны он очень много жрет энергии очень много вот ну и пожалуй на этом все все как бы основные механизмы рассмотрели из этого мода он принципе небольшой но крайне полезный вот так что если он есть у вас на сервере где вы играете вам очень повезло спасибо за просмотр